За свою вековую историю Одесская консерватория выпустила целую плеяду всемирно известных музыкантов и певцов, среди которых Эмиль Гилельс и Давид Ойстрах, Николай Огренич и Белла Руденко. В эти сентябрьские дни Храм музыкального искусства отмечает свой юбилей. В текущем году легендарному учебному заведению исполнилось 100 лет. 8 сентября 2013 года в Большом зале Музыкальной академии состоялось открытое торжественное заседание ученого совета, с праздничным концертом студентов, аспирантов, выпускников консерватории, лауреатов международных конкурсов. История Музыкальной академии заслуживает внимания. 2007 год для консерватории оказался очень значимым. По результатам ЮНЕСКО и Министерства образования и науки Украины, академии присуждено первое место в рейтинге художественных вузов страны. Такого вуза нигде нет, ну вот здесь решут, я так говорю, не было, нет и не надо. И скажу почему. Нет такого количества известных в мире, как Ойстрах, Гилельс, ну в Столярске вообще не о чем говорить. Кроме того, нет такой системы образования, как у нас в чем. У нас все построено на конкурсах. У нас конкурс Гилельса, конкурс Ойстраха, конкурс Неждана. Шесть фестивалей. Чтобы одна концертура тянула шесть конкурсов и шесть, у них один даже не бывает. Ни один европейский музыкальный вуз не может гордиться таким количеством выдающихся личностей, прошедших обучение в академии. Имена Давида Ойстраха, Эмили Гегельса, Петра Столярского известны на весь мир. На сегодняшний день при посещении учебного заведения попадаешь не просто в академию, а в храм искусства. Здесь можно понаблюдать за будущими артистами во время репетиции, которые проходят прямо в коридорах помещения. Консерватория – это, вообще, на самом деле, это дом искусства. Потому что здесь очень, в первую очередь, благоприятная обстановка. Все рады всегда тебя видеть, радуются твоим каким-то творческим достижениям. Выделяет музыкальную академию забота о талантах. Любой желающий музыкант, имеющий природный дар вокала, может пройти два курса подготовительного отделения совершенно бесплатно. Также ребятам выдается студенческий билет. Кроме того, здесь функционирует школа педпрактики. У нас совершенно бесплатная школа педпрактики, от первого до восьмого класса. Дети бесплатно поют хор, учатся на музыкальных инструментах. Вот я даю пропаганду такую, приходите, и, пожалуйста, вы будете приняты. Хор – 80 человек. Три, любая возрастная группа. И вот они недавно больше гран-при получили. В Чехословакии получили первое место. Преподавательский состав поражает. В университете преподают высококвалифицированные специалисты в своей области. Среди них доктора наук, академики. Ребята, проходящие обучение в музыкальной академии, гордятся своим вузом. А музыка для талантливой молодежи – это воздух. По их словам, без нее дышать невозможно. Консерватория – это смысл моей жизни. Музыка – это смысл моей жизни. И если я живу с музыкой, значит, я живу. Музыка – это такое искусство, которое объединяет всех всегда. Мы очень дружные, все вокалисты в любой ситуации поддерживаем. Особенно, когда поют на сцене, и ты понимаешь, что она как ее переживание на себя. Празднование столетия вуза продолжится 27 сентября. В Одесском национальном академическом театре оперы и балета состоится торжественное собрание, посвященное юбилею, которое пройдет при участии представителей Администрации президента Украины, Кабинета министров и Министерства культуры Украины. В программе праздничный концерт при участии выдающихся солистов, ансамблей народного, духового, симфонического оркестров, хора-ансамбля вокалистов и капеллы-бандуристов Одесской национальной академии имени Неждановой. Елена Бачевская, Руслан Акаев, телекомпания Круг.